Всем привет! Продолжаем работу по изготовлению манипулятора для робота. Работу по покраске стрелы и укладке проводов в корпус робота снимать не стал, так как эта работа скучная и неинтересная. Также установил лазер направления хода робота. И запитал оба лазера, которые находятся в манипуляторе, и этот внизу лазер, от основной батареи через резистор. Что нам сейчас необходимо сделать? Вместо пульта у меня вот такие провода. Подготовил, по-разному думал, как сделать пульт. Первый вариант был такой. Тумблера хода левой и правой гусеницы находятся под левой рукой, управление стрелой под правой, и захват это включение света и включение пульта. Но все-таки склоняюсь к такому варианту, чтобы сделать тумблера хода правой под правой рукой, а левой под левой. Ну тут соответственно управление стрелой и захват. Сейчас начнем изготовление пульта. В момент разметки не учел тот факт, что у тумблера большой корпус. Близко просверлил кнопкам. Уже потом при установке выяснилось, что он не влазит. Пришлось рассверлить. Сейчас все подошло. Можно будет поставить шайбу и закрыть это отверстие. Здесь уже плюс распаял по кнопкам. Осталось только припаять провода с кабеля. Припаял провода с кабеля к своим кнопкам. Теперь можем проверить. Единственное, почему-то тумблер света не выключает свет. Вот этот тумблер включает пульт. И сразу включается свет. Хотя свет должен выключаться, но он не выключается. Так, проверим гусеницы. Нажимаю вперед. Управление манипулятором. Лево-право. Так, стрела вверх. Вниз. Так, и захват. Рассматривая варианты, куда установить компас, я решил, что самое удачное для него место будет в задней части на корзинке. Вот в этом месте. Потому что он здесь не будет мешать повороту стрелы. И если будет камера установлена на манипуляторе, при повороте ее назад, можно будет проконтролировать. Положение робота. Плюс еще можно будет смотреть наклон. То есть, если он так будет наклоняться, то шкала будет наклоняться. Здесь вот такое крепление. Сейчас здесь сделаю пропил. Там установлю его и надежно примотаю на проволоку. Компас установил. В будущем, думаю, можно будет поставить вольтметр. Сверху компаса, корпусу приделать. И вольтметр нужен для контроля заряда батареи. Остался еще один момент по камерам. По камерам два варианта. Экшн камера. И вот такая рыболовная. Отличия какие? Экшн камера передает видеосигнал по Wi-Fi. Через коаксиальный кабель. Но, как показали мои испытания, это вот система через Wi-Fi. Плохо работает. Подтормаживает изображение. Я искал информацию по ним. И вывод такое, что процессор в камере не соответствует функционалу. Но даже если убрать качество, сделать низшее, все равно максимальная длина кабеля около 12 метров будет. И плюс еще с Wi-Fi она работает 20 минут. Есть вот такая камера рыболовная. У нее видеосигнал идет по кабелю. Но опять у нее нет видеозаписи. Но как записывать видео, либо две камеры устанавливать. Для сухопутных испытаний я поставлю пока экшн камеру. Сделаю для нее крепление. И после этого уже можно будет тогда, когда будут водные испытания, поставить эту камеру. Плюс у этой камеры есть еще инфракрасная подсветка. Но у нее угол обзора меньше гораздо, чем у экшн камеры. Так, что еще про нее сказать? Вообще, изначально, когда обдумывалась вся конструкция, у меня был план такой. Установить экшн камеру и сделать что-то наподобие шлема, куда бы устанавливался телефон, и можно было смотреть за происходящим. Потому что днем через экран плохо видно, он засвечивается. И... В общем, такой был план. Сейчас как-то придется в коленях держать этот монитор и управлять. В общем, что это неудобно, что это не очень удобно. Надо будет по камерам что-то думать. Так, но пока для испытаний сухопутных установим эту экшн камеру, чтобы можно было заснять и показать вам происходящее. Установил камеру, сделал стойку на хомутике. При желании хомут можно ослабить, и либо повернуть лево-право, придвинуть вперед-назад камеру. Также сделал надписи на пульте управления. Сейчас каждая кнопка подписана. И заменил тумблер света. Он включается и выключается. В основном работа по изготовлению манипулятора завершена. Какие-то мелкие доработки можно будет делать уже в процессе эксплуатации. Следующее видео уже будет по испытанию наземному. Попробуем поднимать разные предметы, проверим грузоподъемность. Всем пока! грузоподъемность.